здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я века и у нас третья часть последняя сумки сейчас мы ее соберем сделаем ручки сейчас я расскажу все свои нюансы значит не обращайте внимание на мой маникюр решила не идти пока не доделаю эту сумку потому что убиваются руки вот правда убиваются этой пряжей значит так что у меня на данный момент вот я уже кстати подсушила немножечко придала форму каким образом вот хочу рассказать сначала я я не имея опыта сначала я пыталась половину я намочила и вот разложила в верхнюю часть разложила подсушить значит что хочу сказать девчонки не мочите нельзя такое делать потому что при намочивании вот эта бумажная графе она чуть-чуть я пыталась придать форму часа на сухое я могу как бы тянуть но моментально разлазиться я пару пару ячеек у меня разлезлись вот далее что я сделала вот нижнюю часть я уже формировала сначала я как бы намочила высушила верхнюю часть потом нижнюю часть вот эти вот прокладкой и это у меня просто распылитель вода вот самый удобный вариант вы просто распылителем брызгаете и формируете вот как я делала это с нижней частью я это должна была сделать из верхней части это по моему мнению самый оптимальный вариант и самые безопасные почему потому что вы небе не раскисали то есть вы чуть-чуть увлажняете но полностью как бы эта бумажка не раскисает ну то есть вот это вот пряжа что еще хочу сказать вот сейчас у меня данный момент вот такая вот высота сумки это знаете это моя высота у вас она будет выше потому что вы как в прошлом видео я там на протяжении 15 минут у меня была строчка как бы вот что нужно вязать вот видите здесь я ошиблась и провязала простой столбик с накидом и уже выше и больше дырочка у меня получилось еще там я в сообществе сейчас еще выложу рекомендации по пряже и по узору то есть там изменила узор подписчица умничка очень красиво получается более похоже на оригинал но так как я уже вязала вот так вот то я и продолжу как бы вот так вот значит у вас должно быть вот такие вот столбики высокие обычный столбик с накидом если вы следовали моим рекомендациям и высота моей сумки сейчас 23 сантиметра без донышка если донышко подмерить это 49 сантиметров 7 всего донышко значит что у меня по вот этому значит ориентируйтесь на ширину вот я делала значит из эта сетка эту сетку я купила на алиэкспресс девчонки не обязательно эту сетку любую пластик какой-то какой-то поролончик может быть вот посмотрите в строительных магазинах вот что-то чем можно упрость уплотнить донышко я взяла вот это потому что у меня было вот и я решила этой как бы сеточкой она пластмассовая такая вот я отмерила пор длине что тоже ну давайте я измерю ориентировочно ширина то 9 сантиметров а длина 40 сантиметров у меня вот у вас может быть больше потому что у вас другая может быть плотность девчонки я все видео вот это вот буду ориентироваться как бы на сумку да я не буду говорить четких размеров подкладки либо там ручек у у нас у всех разная плотность вязания поэтому я предполагаю что у вас сумка так как вы вязали по моим рекомендациям после того как я связала свою сумку кто у вас должно быть здесь вот вот эта часть выше да как я я говорила вот мой образец то есть вот так он должна выглядеть у вас сумка и вот этих вот ряду со столбиком без столбика у вас здесь будет ну вот так вот парочка да и сумка будет выше то есть этими я сейчас кстати я так думаю что я довяжу еще пару рядов выше вот я не знаю наверно все таки я довяжу еще чтобы уравнять но я же говорю еще раз 150 раз повторюсь что у вас этого не будет это я сейчас у меня раз два три 4 5 6 7 8 9 в принципе то вы сейчас регулируете высоту своей сумки с вами вот свяжите узор но только со столбиками видите вот я почему опять вам говорю потому что здесь вот две ошибки уже сразу видно что все у нас выше а вот я вам хочу показать видите на мокрой это я сейчас иголочкой все исправлюсь изнутри вот прихвачу ну вот последствия моего намачивания то есть она разлезается полотну поэтому очень аккуратно вот здесь вот я уже прихватила лучше с распылителя девчонки это исходя из моего опыта далее девчоночки что касается ручек ручки я вот такие вот связала вы же я вам очень настоятельно рекомендую купить ручки если у вас есть возможность так как у меня этой возможности нет то я эти ручки связала из остатков пряжи вот и у меня будут вот такие вот связанные ручки конечно они тоже в принципе это неплохие но для того чтобы сумка выглядела дороже и как бы солиднее да лучше их купить вот не не пожалейте день уже купить их так я связала сейчас покажу если у кого кто такой же ситуация как я что купить и практически невозможно либо заказывать их то можно на алиэкспресс заказать но нет у меня времени на это значит длина сумки у меня длина ручка у меня 95 сантиметров как я ее связала я сейчас покажу вот если у вас вот это вот вот это вот штукенция имею ввиду если у вас это то тоже мерять и ее тоже можно пришить и в принципе если он бы она была в тон она и из этой как бы было неплохо но в общем если уж у вас такое такая ситуация как у меня то вяжем значит что я делала я вязала я сейчас покажу маленькую значит ручку набирала цепочку из 150 воздушных петель покажу на маленькая просто покажу как я ее обязывал и так значит одну петлю пропускать со следующей я вяжу столбики без накида и хочу сказать еще по поводу подкладки вы знаете даже и без к подкладке эта сумка будет очень красивая то есть она и форму держит но единственное что нужно это донышко да я думаю донышко просто держит немножко как по форму так здесь я довязываю остается у меня последняя петля из нее я вывязываю 6 столбиков 1 2 4 5 6 то есть я повернулась да почему у меня получились вот такие вот круглые окончания потому чтобы это хоть хоть как-то солить посолиднее выглядела да вот и далее возвращаюсь столбиком до следующего конца то есть я вот закруглила и здесь напротив каждого столбика я вязала еще столбик так до конца довязала теперь здесь из вот этого подъемного столбика я вывязываю 6 то то есть тоже закругляю раз 3 4 6 далее вот в этот первый столбик я вот так вот его захвачиваю полностью и делаю полустолбик и далее я вот полустолбиками вот так вот по кругу еще обвязала то есть я эту ручку уплотнила для чего тоже для того что я сначала связала просто три ряда столбиками ну одну ручку попробовал и намочила и естественно и порвала благополучно поэтому вот таким вот способом я это все дело уплотнила вот эту ручку я видите по кругу у меня вот край такой уплотненный получается если намочить она понятное дело что тоже разрезается поэтому либо утюжком пропарить аккуратненько либо из распылителя и разложить аккуратненько вот сейчас я кстати смотрите вот вначале у меня тоже ошибка вот все такие девчонки видите либо так как советовала подписчица либо 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 столбик с накидом все таки схема нормальная только вот эта часть так сейчас я еще все таки я довяжу пару рядов не поленюсь вот и потом продолжим потому что мне кажется что коротковато вот чуть надо повыше но это я довязываю далее будем собирать в кучку и так вот я девчонки довязала вот так вот это у меня выглядит и в высоту кстати смотрите утюгом я не знаю видно вам полосу брусила на утюг горячий учет от замешкалась в общем что я вам хочу сказать пока я довязала вот здесь пару рядов 150 раз у меня разорвалась смотрите это я соединяла ниточки короче кошмар в общем самый оптимальный вариант это не мочить а распылитель все потому что когда распылитель она потом не наверное не разрушать ой еще влажно в общем что я сейчас девчонки делаю вот довязываете вы я думаю у вас тут пару видов всего будет вот вам не придется довязывать я сейчас что делай интересно пролезет тут игла пролезет отлично я просто несколькими стежками вот прям зафиксирую это донышко чтобы она потом там не заворачивалась не подворачивалась до чтобы она была зафиксирована для этого вот такими большими вот здесь вот я завяжу узелок и большими стежками просто чтобы она была фиксирована так по всему донышку я пройдусь а здесь вот с изнанки так а здесь вот на одну петелечку ухожу вечно от камеры сейчас я по кругу вот это донышко прикреплю так пришила я вот смотрите донышко и точно таким же способом я буду пришивать ручки прошу прощения за звуки остановки у нас строит вот итак ручки расположение девчонки вот смотрите ручки значит на три равные части делим и располагаем наши ручки то есть между ним должно быть равное расстояние так 44 по 14 сантиметра у меня между ними будет расстояние и вот таким вот образом точно так же как как и донышко я беру вот эту вот иглу и и присоединяю и пришиваю если у вас покупные ручки то действуйте согласно инструкции вот итак начинаем от края и до верху так здесь я пока оставляю краешек и шить я буду не совсем до верху а до вот этой вот моей плотной полосы можно решить на машинке я не знаю что будет лучше я лучше так так вот всю ручку я пришиваю и так мои хорошие пришила я эти ручки вот не дошивала три сантиметра до конца вот смотрите стежками с изнанки это выглядит можно на машинке прострочить теперь что касается подкладки значит у меня фетр и фетр и что я мерила я мерила вот длину вот этой вот детали полностью у меня это 60 сантиметров то есть от одного края по как бы через донышко сюда 60 сантиметров здесь я отрезала 30 сантиметров от середины донышко здесь я отрезала 27 сантиметров то есть минус три сантиметра то есть вы измеряете высоту свои сумки и минус три сантиметра целой она со сгибом где-то в целом это минус шесть сантиметров то есть у меня 54 сантиметра в двое сложена деталь далее что у меня далее 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 ширина вот ширина по ширине я почему так говорю не точные цифры потому что у вас этаж может могут быть расхождение потому что плотность разная пряжа разная будет и по ширине бы точно по ширине вырезаете не больше не меньше потому что ну чтобы внутри хорошо вошло значит припуск вот вернее то что надо от минусовать на внутренность у вас уйдет в шов на припуск на то есть высоту минус 3 либо минус 6 по по всей как бы высоте если от донышко вверх ну от середины донышко по минус 3 сантиметра ширина точно по вашей сумке далее что я вытроила далее у меня ширина вот двух карманов это 20 сантиметров поле молнии вот это вот деталь у меня высота 12 сантиметров а этот карман высота 16 сантиметров здесь я буду делать вот такую вот подгибку и ищу карман почему выбрала фитры кто знаком с шитьем сделайте подкладку атласную но она не будет держать форму поэтому фильтр у нас счется просто даже руками его легко сшить я вот сейчас буду показывать на машинке с музыкой на ускоренном просмотре детали на может можете говорить буду сейчас я еще подумаю вот все то же самое можно сделать руками вот такая вот ленточка у меня шириной сантиметр и длиной 15 но я не знаю на вот так вот я не пришьем это карабин у нас будет на ключике все никаких застежек ничего я делать не буду максимально просто хотела сказать что думала я что вам скажу что можно как бы и не и не подшивать но оказывается не можно потому что не держит форму поэтому подкладка очень нужно обязательно в этом изделии я так считаю да это сто процентов вот вопрос том какой выбрать выбрать плат пар подкладку вот возможно даже выбрать толще 2 миллиметра где-то толщина фетра чтобы еще лучше держала форму и так я сейчас устанавливая свою машинку буду собирать эти детали и так для начала я пришью молнию и вот здесь вот сделаю подгибку это на два сантиметра теперь мне нужно эти карманы пришить значит я беру свой фетр и отмечаю здесь вот так вот половину деталям немножечко визуально прикладываю карман на ту высоту которую мы хотим где-то примерно 7 сантиметров у меня это даже я подниму выше 5 сантиметров сейчас измерим так плюс один сантиметр пять с половиной у меня здесь но 5-6 сантиметров располагаем по центру можно булавочками можно наметать ну обычно я допустим все так я все могу шить без этого без фиксации пришиваем там так здесь можно этот карман конечно при желании разделить вот по ну на ячейке допустим на пополам может сделать на пополам в общем либо для мобила ну как как хотите то есть варьировать карман вы можете по как бы по своим по уровню своих как бы умений пшите здесь я тоже отмечаю половину закрываю молнию и буду пришивать этот карман вместе с молнии это у нас идет вот так вот по периметру так вот так будет какие-то половина мы его сначала я вот так вот возьму здесь вот зафиксируем его а так и теперь мы причем его знаете как я пришью вот так вот зачем чтобы потом можно было эти ключи как бы спрятать в кармане но это необязательно можно вот здесь вот рядышком может и рядышком пришить в общем смотрите наверно все таки я пришью вот так вот чтобы это все спряталась форма есть теперь складываем этой лицевой стороной вовнутрь эту подкладку на сильно натяжение большую и так складываем таким вот карманами вовнутрь и сшивая просто сшивая боковушки так есть теперь что нам нужно нам нужно отшить вот эти вот углы для этого мы смотрите раскладываем вот и отмеряем от уголка так от глав мы отмеряем 4 сантиметра так вот и отменяем так 4 сантиметра и прострачиваем здесь этот угол я обрежу чтобы там не мешало точно то же самое делаем со вторым углом так все наша подкладка готова вот смотрите все прекрасно у нас здесь внутри находится теперь что мы делаем теперь я ее вставляю сумку вот так как она есть я ее вставляю в сумку совмещаю боковушки здесь у нас красно все садится ложится все прекрасно у нас значит что нам нужно нам нужно на шпульку намотать белую нить чтобы здесь у нас было я же шью бежевая в тон подкладки да мне нужно на шпульку белая чтобы белыми либо вручную опять же вы подшиваете так и вот когда мы вставили это все дело мы пришиваем совмещаем наши боковушки вот так вот пол сантиметра я отступаю от верха мне сейчас интересно справится моя машинка или нет нормально бумажечку счет здесь вот у вас должно быть видите у меня там синие нитки все 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 так вот и все решили мы ну а теперь выравниваем и так девчонки вот внутри как выглядит пусть ниточка ниточка сумочка наша и снаружи снаружи конечно хотелось бы лучше но но покажу на черном фоне она тут сливается но это я вам сейчас все 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 расскажу мои наблюдения мои рекомендации все девчонки сейчас я вам все озвучу и так девчонки вот она моя сумка и еще я из двух мотков связала вот эту вот панамку что хочу сказать вот я как человек который начинал эту сумку вязать без опыта я конечно конечно в шоке правда во первых насколько это тяжело еще раз повторюсь восхищаюсь девчонками которые работают с этой пряжей да еще и на продажу вам конечно памятник при жизни в общем что хочу сказать что это эти нитки бумажные не годятся попробуйте я ссылку на пост с рекомендациям от подписчицы я вам оставлю под видео в описании там оставлю ссылочки на обе части панамку вязала по своему мастер-классу чуть изменила узор и формировала вот из из распылить и на водичкой вот на этом манекене формировала макушку а поле что-то у меня получились вот такие висящие ну хотя на мне она неплохо смотрится вот отвлеклась от темы девчонки в общем самое главное хорошая пряжа это самое главное потому что вот это чудо я даже не знаю как его больше я сниму тот второй моток во всяком случае в этом сезоне я больше ничего не хочу из нее вязать поэтому если уж сильно хочется это я вам правду говорю да если вам уж сильно хочется то покупать но эту сумочку покупайте пряжу получше да и тогда это будет стоить как бы результат будет стоить вложение и труда самое главное и пряжа желательно получше ну в общем вот что получилось то получилось девчонки не знаю я больше что сказать вот как есть так есть два матка пряжа у меня ушло вот такая вот сумка получилась дороже пряжа ну качественнее во всяком случае пряжа не знаю насколько она дороже нет у меня нет опыта работы с ней вот и ручки посолиднее потому что это это удешевляет да и и сумку сумку вот эти вот именно ручки это мое мнение но это от безысходности я показала как связать если вдруг уж у вас тоже нет возможности так как у меня это все дело приобрести быстренько то есть сходить магазин купите либо хотя бы стране мне надо заказывать на алиэкспресс вот девчонки устала честно скажу устала я это этого эксперимента и вот говорю в этом году точно повторять не буду свой эксперимент работы с этой вот бумажной пряжей я возможно на следующий год вот сейчас я никакой рюкзак ничего вязать не буду в общем вот такой вот мой вывод будет принципе сказала все все девчонки на сегодня все с вами была вика школа рукоделия начинаем вязать уже к осени уже лето я вот этой вот сумкой завершила начинаем вязать осень потихонечку вот все на сегодня все всем пока пока